Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Беспризорная мама при живых детях и внуках. Возможно ли такое в наше время? Строительство – дело редкозаконное и часто самовольное. Градостроительная инспекция взяла под усиленный контроль строительные объекты Анапы. Только деловой стиль. Чиновники Министерства образования и науки установили единое требование к школьной одежде. Тема самостроев, оккупировавших курорты Черноморского побережья, в последнее время звучит все громче. Дома растут, как грибы после дождя, что без параллельного развития социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций часто приводит к серьезным авариям на линиях электро- и водоснабжения. Застройщики это понимают, но жажда выгоды стоит превыше комфортной жизни анапчан. Поэтому на прошедшем Совете Безопасности мэр Сергей Сергеев дал поручение ежедневно контролировать каждый строительный объект и пресекать любые нарушения на начальных стадиях. Вадим Родин продолжит. Миллионы рублей, вложенные в незаконное строительство с надеждой потом узаконить через суд, могут так и не вернуться застройщику. Напротив, затраты становятся невосполнимыми и могут увеличены в разы, поскольку деньги, которые потратит государство на их снос, будут обязательно взысканы с должника, который добровольно не захотел сделать это сам. Кроме этого, недобросовестные застройщики могут быть привлечены еще и к уголовной ответственности. Теперь в строительной сфере Анапы многое изменится. От застройщиков будут требовать соблюдения законодательства, начиная от элементарных правил строительства, таких как чистота прилегающей территории, наличие в обязательном порядке паспорта объекта и козырьков безопасности над тротуаром, заканчивая наличием всей разрешительной документации и строгого соблюдения проекта. Теперь застройщикам будет сложно обойти закон. За ними следит окоуправление муниципального контроля. Отсутствует козырек защитный на ограждении строительной площадки. Котворение мода. У вас там складируется строительный мусор, не мусор, а строительные материалы. На это все не убирали, песок все убирали. На данный момент это все на муниципальной земле? Ну, да. Мы должны быть на территории земельного участка. Люди звонят, жалуются, пройти не могут по территории общего пользования. Много жалоб на ваш объект, очень много. Предписание устранить нарушения до понедельника лично приехавший на объект застройщик обещал выполнить срок. Для сотрудников городостроительной инспекции объезд городских и сельских строек ежедневная работа. Осматривать приходится даже те объекты, которые уже признаны незаконными. И любые работы на них должны прекратиться. Но бывает и так, что даже несмотря на решение суда строительство продолжается. А бывают случаи, когда застройщик просто забыл выполнить необходимые условия. На строительном объекте по улице Владимирской видно, что доброе намерение сделать козырек было, но не смогло полностью реализоваться. В итоге для прохода пешеходов безопасна только небольшая часть тротуара. А вот первый в истории Анапы самоснос. Без решения суда на Краснодарской, 13, владелец этой многоэтажки, видимо, планируя расширение бизнеса, самовольно снес находящееся рядом строение. Татьяна Зубова, так и не успевшая вступить в наследство на этот участок, таким поведением соседа-бизнесмена была просто шокирована. Он мошенник, можно так сказать. Безоправедный. На каждом объекте городоинспекция проверяет разрешительные документы и фактически возведенный объект, чтобы случайно вместо разрешенных трех там не оказалось четыре или более этажей. Вадим Родин, Анапа Регион. В селе Витязево уже началась подготовка к предстоящему празднованию Дня Победы. Сейчас там проживают 9 человек, прошедших Великую Отечественную войну. 7 из них прикованы к постели. Председатель Совета ветеранов вместе с руководителем благотворительного фонда «Все для людей» согласовывали, какие выбрать подарки. Говорили о совместных планах работы. Отдельным пунктом значилась помощь, оказавшейся на улице, вернее в чистом поле, ветерану войны 78-летней женщине Раисе Андреевне Янжиевской Фатиаде. Как такое возможно на территории одного из самых благополучных районов города – села Витязева? Тем более, что у Раисы Андреевны есть две дочери, много внуков и правнуков. Что с ней случилось? Она никому об этом не говорила. В основном сыновья так относятся к матери, а здесь дочери, дочка, то есть и внучка. Так все-таки, как такое возможно и чем закончилась история, узнавала Лариса Басова. Раиса Андреевна Янжиевская Фатиаде – уроженка села Витязева. Они с мужем вырастили троих детей, построили дом. Муж и сын умерли. Остались две дочери. Младшая уговорила Раису Андреевну. Мама, сделаешь договор дарения? Я говорю, а по смерти? Нет, по смерти. Только дарения. Я проконсультируюсь, так дешевле. И пошли такие жизненные проблемы для меня. Думаю, господи, строила от зимы лютой, от жары знойной. А получается, боющих. Эта история длится почти пять лет. Суды не выиграла, только понесла расходы. Что присудила? Никей все, а мне ничего. Я могу в этом возрасте неправду сказать. Скажите, пожалуйста, я... Я-то вас знаю, наверное. Я не могу. Мне земля не примет. Место для проживания по адресу улицы Пролетарской, 9, в некогда родном доме Раисы Андреевны, а теперь усадьбе ее младшей дочери, более чем предостаточно. Для квартирантов и отдыхающих, а вот для матери нет. Так мать оказалась в доме старшей дочери, где ей выделили комнату, куда она приходит только ночевать. Вот я сижу в этой комнате. Приходит там двое, правнук и внучка. Оттуда, с виноградного. Уже правнуки у вас есть? Правнуки. Приходит сходка. А я пришла темно, уставшая. Еле добираюсь. Обе дочери Раиса Андреевны обеспечены. Есть и дома, и земля. А вот мать ходит между дочерьми и внуками. Как говорится, неприкаянная. Раиса Андреевна, привыкшая всю жизнь работать, а не получать даром, ушла на поевую, выделенную от совхоза землю на окраине Витязева, за районом, называемым Песчанкой. Там на земле и проводят все свое время. Добрые люди помогают спахать. Она сажает овощи, обрабатывает виноградник. А вот своя собственная крыша над головой только в виде навеса. Водители маршруток подвозят ее бесплатно. Она убирает прилегающую к рельсам территорию. Ее знают все машинисты и приветственно сигналят составы, пролетающие мимо. В Совете ветеранов решили помочь Раисе Андреевне, женщине-труженице, женщине-многодетной матери. На просьбу откликнулся благотворительный фонд «Все для людей». Конкретно мы хотим приобрести вагончик в виде бытовки, которая предназначена для круглогодичного проживания. Я хотел бы обратиться ко всем жителям города-курорта Анапы, к предпринимателям и всем неравнодушным гражданам, присоединиться к нашей акции, направленной на помощь ветеранам, и лично поучаствовать в помощи, в поддержке Раисы Андреевны. Удивительное сердце у Раисы Андреевны. Она никого ни в чем не винит, а только все время повторяет, что любит всех людей. Лариса Басов, Андрей Стародубцев, Анап Регион. Миноборнауки рекомендует регионам России ввести единое требование к школьной одежде. Согласно предложению, внешний вид и одежда школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Как отнеслись к этой инициативе анапские школьники, смотрите в сюжете. Деловой стиль со светским характером. Президент России Владимир Путин убежден, что школам необходимо вернуть форму. Миноборнауки не предлагает конкретных фасонов. Единственная норма – это строгий стиль. Общий вид формы, ее цвет могут определять совет школы, родительский комитет и попечительский совет. Анапские ученики разделились над тех, кто за и против такой инициативы. Ну, в принципе, это неплохо было бы. Я и так стараюсь поддерживать стиль единой формы – белый верх, черный низ. Я скорее против, если это относится к дресс-коду. Черный низ, белый верх – это уже банально. Серые штаны – классика, и жилетки для всех было бы отлично. Я за форму, потому что это дисциплинирует людей. В гимназии Эврика еще 20 лет назад придерживались делового стиля. А вот индивидуальный дресс-код, как теперь принято здесь говорить, появился 7 лет назад. Поэтому ученики наглядно могут поделиться фасонами с анапскими школьниками. Сейчас они в повседневной форме, есть у них и парадная, жилеты и галстуки для ребят привычные одеждам. По словам первоклассик, форма им нравится, но если пофантазировать, можно добавить ярких оттенков. Она была такой же, ну, чуть-чуть красной. Форма хочу, чтобы была красно-фиолетовая. Я хотела, чтобы форма была зелено-синего цвета. Галстук был бы зеленый, а форма вся черная. Штаны зеленые, а пиджак красного цвета. Если бы я придумал форму, то я бы хотела, чтобы она была черная. Галстук белый, а форма сама черная. Школьникам не рекомендуется носить одежду, обувь и аксессуары, которые могут нанести им травму. Кроме того, следует избегать символики неформальных молодежных объединений. Однако форма может иметь отличительные знаки школы, эмблемы, нашивки, значки и галстуки. Елена Шамбер, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера автоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможно эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В пятницу 12 апреля в Анапе синоптики обещают солнечную погоду. Температура воздуха в дневные часы 9-12 градусов тепла, ночью около плюс 7. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 10 градусов выше нуля. Далее блока полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.